Свою первую победу в турнире UFC боец Шамиль Абдурахимов одержал 21 февраля в Пенсильвании. Соперником стал американский спортсмен Энтони Гамильтон. Большой тяжеловес, ростом 195 сантиметров и весом 120 килограммов, получивший прозвище «Товарняк». После трех месяцев интенсивной работы в зале спортивного клуба «Скорпион» поселка Горки-2 и на родине в Дагестане россиянин был готов дать бой американцу, делая упор на ударную технику и борьбу. Он больше боролся, физически больше был. И мы ставили задачу, чтобы мы будем работать на скорость и обыграть его. И нам это удалось. Бойцом смешанного стиля Шамиль стал 10 лет назад. До этого успешно занимался боксом, борьбой и ушу саньда. В последней дисциплине стал пятикратным чемпионом России. Спортсмен славится своим твердым характером, колоссальной работоспособностью и уверенностью в себе, быть одним из пятидесяти сильнейших тяжеловесов в мире по версии ММА – это большой труд, в котором Шамилю помогают именитые наставники. Один из них – Магомед Магомедов, чемпион мира по тайскому боксу, профессиональный кикбоксер, победитель множества турниров К1. Он знает, что он хочет. Я помогаю достичь того, чего он хочет. И здесь не может быть у нас там оспаривания того, чего я скажу. Я говорю, сделать там, отжаться 20 раз, нажимается 20 раз. Все время шагом вперед, шагом вперед бьешь. Раз, два, два шага вперед. Вот так. В этом зале Шамиль Абдурахимов проводит каждый день с перерывом на воскресенье. Спортивный клуб «Скорпион» – не случайный выбор. Его воспитанники – известные во всем мире спортсмены. История клуба представлена в мини-музее. Кубки, медали и чемпионские пояса – все это славные вехи на пути становления боксеров, которые сегодня под флагом спортклуба работают на разных континентах. Это Арслан Магомедов, тоже наш именитый боец. Шамиль Ахмедов, наш именитый боец. Шамиль Гайдарбеков. Это первый человек, кто из России попал на такой промышленности, как К1. Он попал в финальную серию. Их называют восьмирукими бойцами. Представители Муай-Тай наносят удары кулаками, ступнями, голенью, локтями и коленями. Боевое искусство Таиланда в России появилось в середине 90-х. Успешно прижилось и закрепилось. К профессионалам тайского бокса из поселка Горки-2 тяжеловес Шамиль Абдурахимов обратился перед своим боем с Гамильтоном. С этой командой спортсмен работает в преддверии новой схватки с американцем Уолтером Харрисом. Бой запланирован на 1 октября. В этот раз будем ждать хороших новостей из Портленда. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.